Порой из самых обычных и привычных вещей рождаются самые уникальные технологии. Вот простой пример флипчарт или маркерная доска. Многие из вас ее видели, кто-то даже ей пользовался, вещь исключительно простая и служащая одной цели. Что тут можно еще придумать? Но оказывается можно. Это Samsung Flip 2. Интерактивный флипчарт. Да-да, это специальный дисплей с сенсорной поверхностью для офиса. И Samsung не единственный, кто задумался над такой интерактивной доской и стал ее выпускать. Спрос есть, а значит есть и предложение. Или наоборот? Но мы решили рассказать вам про Flip 2, потому что это очень необычный гаджет, который заинтересовал все крупные компании. Ну вы понимаете, экология, безопасность, опять же удобный шеринг проектов. Но давайте обо всем по порядку. Что такое Samsung Flip 2? Это такой большой 55-дюймовый дисплей, который установлен на специальные ножки с креплением, позволяющим легко перевернуть его на 90 градусов. Нужна портретная ориентация? Пожалуйста. Надо перевернуть обратно в альбомную. Это делается буквально одним пальцем. Нужно это, разумеется, для того, чтобы сотрудники офиса могли легко рисовать по настроению. Сегодня так, а завтра этак. Ну а если серьезно, то привычный флипчарт имеет как раз вертикальную ориентацию. Однако не использовать экран как экран, то есть для демонстрации видео в горизонтальной ориентации, было бы преступлением. Вот Samsung и сделали такое крепление, позволяющее легко флип переворачивать. И вообще такие ножки на колесиках – гениальная штука. Почему бы с Samsung не сделать отдельную опцию в виде этих ножек для простых телевизоров? А теперь давайте мы вам расскажем, что умеет этот интерактивный экран. Разумеется, на нем можно рисовать. Поверхность тут сенсорная, более того, в комплекте есть большой и удобный стилус. С одной стороны, у него острая поверхность для написания и рисования, а с другой более толстая для растушевки или заливки. Рисовать можно что угодно, от картин до графиков. Тут, кстати, есть сразу несколько режимов отображения экрана, разноцветная бумага, грифельная доска, есть даже холст для рисования акварелью или масляными красками. Мы талантами изобразительного искусства не блещем, поэтому нарисовали котика. Точнее, срисовали, авторство тоже не наше, но правда милый. Кстати, когда вы что-то пишете или рисуете, виртуальную бумагу можно пролистывать вниз и добавлять что-то, то, что не поместилось на первом листе. И так можно повторять и повторять, создавая очень длинный проект. Конечно же, тут есть инструменты, помогающие составлять удобные календари, писать планы, рисовать списки. Например, вы можете взять шаблон календаря и составить наглядный план работ, показать его коллективу, чтобы все знали, работаем отсюда и до победы. И вам может показаться, что все это надумано, что никто всем этим не пользуется, но нет, даже у нас в офисе есть старая маркерная доска, так что пользуются даже такие маленькие коллективы, как мы. Уже большие и продвинутые компании стали задумываться о более современных методах визуализации. Вот простой пример, почему флип удобнее. Представьте, нарисовали вы мощный график на маркерной доске и оставили его в назидание всем. Кто-то случайно стер ваше искусство, и вернуть былое уже нельзя. Control Z в реальной жизни не работает. А Samsung Flip, разумеется, все документы и прочие художества сохраняет в собственной памяти, откуда их всегда можно вернуть и сеять добро в виде графика продаж. Это простой пример, так сказать, базового функционала, основной идеи. Но так как флип 2 работает на собственной операционной системе, это, кстати, модифицированная Tizen OS, что встречается в часах и телевизорах Samsung, возможности интерактивной доски, очевидно, гораздо выше. И это так. Во-первых, сзади есть куча разъемов, куда можно подключить и флешку, и, например, компьютер, превратив лип 2 в обычный монитор. Тоже иногда бывает нужно. Компьютер можно подключать и по воздуху, то есть без проводов, для удобной презентации. В Windows 10, кстати, есть такие возможности. Подключать можно и смартфон, причем он подключается по технологии Miracast, то есть зеркалируют на большом экране абсолютно все свои действия. Таким образом, можно легко делать скриншоты картинок на смартфоне с самого Flip 2 и вставлять эти картинки в разные проекты или презентации. Можно, конечно, изображение и просто импортировать из памяти телефона. Ну и, конечно, Samsung сделали более тесную интеграцию со смартфонами Galaxy. Достаточно поднести любой Galaxy-флагман к специальной на всеметке, и он тут же подключится к доске. А еще к Flip можно подключить принтер, чтобы распечатать ваши проекты или картины. Хотя зачем, они же вот, всегда в памяти. С интерактивного дисплея можно всегда открыть сайт и показать что-то или скинуть картинку. Можно включить YouTube, если в офисе никого нет, а вам очень скучно. Или демонстрировать, например, наши ролики в качестве образца, почему нет. Видеофайлы можно запускать из флешки, и, в общем, никто не запрещает использовать Flip, как обычный телевизор. Все-таки 55 дюймов. Кстати, есть версии и на 65 дюймов, для самых больших офисов. Вообще, обратите внимание, что в современном мире даже такие узкоспециализированные вещи должны уметь делать все. И Flip 2 не исключение. Он заменит в офисе сразу несколько вещей. Телевизор, проектор и флипчарт. Вот вроде бы и что-то совершенно новое, но призвано экономить, совмещать и делать все это эффективнее. Причем желательно без проводов, по воздуху и чтобы был выход в сеть. И действительно, Flip 2 выглядит как современный офисный помощник. Однако основная цель этого устройства, конечно же, в его интерактивности, чтобы как привычная доска с маркером, но умнее, проще и понятнее. И, как оказалось, Flip 2 действительно удобнее и практичнее привычных досок. Он мобильный, несмотря на габариты, он дает разные возможности и идеально вписывается в модель современного офиса. Мы и сами ведь уже не пользуемся бумагой и ручками все записываем в смартфон. Задачи составляем в тудушниках, напоминания и будильники тоже в телефоне, там же и переписки, и почта, и вообще все на свете. И логично, что когда мы собираемся вместе для обсуждения каких-то идей, мы тоже используем привычные, понятные нам технологии. Но не маркером же нам рисовать в конце концов. Что вы думаете про такой необычный класс устройств? Интересно ли вам смотреть про офисные или какие-то профессиональные гаджеты? Напишите об этом в комментариях. А это The Rock. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok